Новая информационная эпоха В современном мире необходимо образование в течение всей жизни, поэтому уже в школьном возрасте нужно сформировать у ребенка привычку постоянно учиться и совершенствоваться. Одним из способов такого совершенствования является технология непрерывного образования. Справка. Непрерывное образование – это процесс роста образовательного, общего и профессионального потенциала личности в течение жизни. Цель непрерывного образования – целостное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, повышение возможности его трудовой и социальной адаптации. Сам термин «непрерывное образование» впервые употребляется в материалах ЮНЕСКО в 1968 году. Хотя ростки такой концепции образования можно обнаружить еще в трактатах Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля и других древних философов. Система непрерывного образования распространена во всем мире. Так, в Европе крупные корпорации располагают своей собственной системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В специальных учебных заведениях сотрудники получают различные ученые степени и в связи с этим могут рассчитывать на повышение в должности и зарплате. Крупные европейские компании ежегодно тратят на подготовку персонала порядка 60 миллиардов долларов. В Японии непрерывное образование стало целью и основной стратегией кадровой политики. В стране восходящего солнца на переподготовку персонала ежегодно тратится 10-12% фонда заработной платы. Изначально и в нашей стране непрерывное образование рассматривалось как образование для взрослых людей. Его предназначение виделось в компенсации недостатков, упущении предшествующей подготовки или в пополнении знаний в связи с новыми требованиями жизни и профессии. Сегодня процесс непрерывного образования объединяет в единое целое работу начальных, средних, среднеспециальных, высших и академических учебных заведений. Как это выглядит в жизни? Предприятие или крупная организация заказывает вузу, с которым сотрудничает специальности, в которых существует потребность. Вуз, в свою очередь, сотрудничая со школами или колледжами, набирает учеников на дополнительные спецкурсы для поступления в это учебное заведение. Таким образом, студент, поступая в высшее учебное заведение, получает образование уже под конкретную должность, которая ждет его на предприятии. Как утверждают эксперты Министерства образования и науки, именно такая система образования позволит контролировать рынок труда, готовит специалистов в соответствии с экономическими нуждами страны, что, в свою очередь, должно сократить безработицу и повысить уровень жизни граждан. Век живи, век учись. Эта известная русская пословица в наши дни актуальна, как никогда. В сегодняшнем информационном обществе те знания, навыки и умения, которые мы получаем в детстве и юности, вовсе не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся жизнь. Время диктует свои условия, и сегодня идея непрерывного образования становится все более популярной. Мы тоже решили не обходить ее своим вниманием. И сегодня у нас в гостях Альберт Рамилевич Загитов, руководитель креативного блока 1-го лицея города Салават, Республики Башкортостан, и Мария Александровна Задорина, куратор образовательного проекта. Идея непрерывного образования для нашего государства становится ведущей. Как вы думаете, почему? Ну, наверное, идея развития образования, она и была, и есть, и будет ведущей. Потому что именно образованный человек, он может в дальнейшем совершать какие-то реальные открытия, может развиваться. Развиваясь сам, развивает общество. Не образованному человеку, как правило, это делать гораздо сложнее. И, наверное, процесс образования – это несколько больше, чем просто обучение. Это комплекс, в который мы, например, вкладываем понятия воспитания, образования, развития, движения вперед. Поэтому как может оно быть прерывным? То есть человек рождается, он начинает думать, мыслить, говорить, учиться читать, учиться ходить, учиться находить свою дорогу в жизни, ставить перед собой задачи. На каждом уровне это делает своим, доступным ему образом. Поэтому прерывать этот процесс, наверное, в принципе нельзя. Ну, а какие основные цели непрерывного образования можно выявить? Ну, наверное, первое – это чтобы, научившись читать, человек, уже молодой человек, ставил перед собой выбор, что читать, зачем читать, почему читать. Ну, учившись писать, ставил перед собой выбор, где писать, как писать, что писать. Ну, и дальше, если мы будем перечислять, считать, размышлять. Вот это и есть непрерывный путь от, наверное, от дома, ясли, детский сад, школа. Ну, и дальнейшее образование. Это может быть и профилированное образование, это может быть и университетское образование, которое дает широкий спектр вопросов человеку. Это и дальнейшим аспирантурой, там, ординатурой, и естественной защитой кандидатской диссертации. Это все пути образования. Наверное, вот так и могу дать наш вопрос. Ну, вот смотрите, вот программа школа-колледж-вуз, ее очень часто называют путевка в жизнь. Вы согласны с этим утверждением? Ну, да, конечно, потому что человек, изначально делая первый шаг в эту сторону, он уже понимает, к чему он должен прийти. И осознание вот этой единой цели, наверное, она помогает более сконцентрированно работать на протяжении всего обучающего процесса. Ну, и, наверное, какой-то важный внутренний стержень появляется у человека, который делает его сильнее, наверное, так. А кто вообще преподает в профильных классах в школе? В профильных классах школы, естественно, преподают учителя школы. Это, если мы говорим об основных уроках, о сетке, да, то есть никто не отменяет основную программу, которую любой человек должен освоить и уметь защитить на выходе из школы. То есть, когда мы говорим, что человек сдает ЕГЭ, там, или ГЕ, это, естественно, это защита своих знаний на определенном уровне. У нас в школе есть так называемые профильные классы, наряду с обыкновенными классами. Цель создания этих классов была именно дать ребятам возможность получить более углубленные знания в тех областях, которые им интересны. То есть, поступая в эти классы, ребята уже заранее ориентированы, мотивированы на определенные направления. Либо это социально-гуманитарные направления, языковые, либо это технические направления. Но здесь следует отметить, что в нашем регионе, в нашем городе, конечно, больше внимания и больше интереса вызывают именно технические специальности, что, вполне естественно, математика, физика, химия для нас – это основа основ, потому что все-таки это город, который в основном… Ну, экономика, да, конечно, математика. Это город, где, в общем-то, есть возможность потом устроиться на работу. Ну, вот вы сказали про профильные классы. А как поступить в них? Это каждый желающий может? Или же какие-то определенные дети должны дать экзамены, должны сдать какие-то тестирования, собеседования пройти? Да, у нас двуступенчатое поступление. Это работа письменная, она частью тестированная, частью просто решения задачи или проблемы. В социально-гуманитарных там еще есть написание эссе и небольшое сочинение. А вторая стадия – это собеседование. Собеседование, соответственно, у нас проходит комиссия, представляет, в которой и учителя школы, и города, и комбината. И, естественно, что здесь выявляется в основном не уровень знаний. Это показывает контрольную работу. Здесь в основном нас интересует мотивация ребенка, его искреннее желание. Действительно, получается дополнительное образование. Но они уже должны быть замотивированы, когда они приходят на это собеседование. Потому что если мы видим, что человек еще пока колеблется, не может себя найти, ему будет очень сложно учиться в этих классах. Здесь повышенная нагрузка, серьезная нагрузка. Поэтому поступают в эти классы, человек должен понимать, что ему придется очень много работать. Я так понимаю, что они туда поступают после 9 класса, правильно? Это как 10-11 класса. А не рано мы хотим от наших детей добиться, чтобы они уже были готовы, знали, чем они хотят заниматься дальше. Ну, это же не обязательно, что если они учатся... Встречный вопрос, когда-то когда-то, да. У нас, например, вот в этом году из профильного класса математического один мальчик приходит в профильный класс гуманитарный. Ну, социально-гуманитарный. Две девочки из социально-гуманитарного класса переходят в класс общего развития, общей подготовки. Именно потому, что у них есть вот этот вот страховочный 10 класс, чтобы немножко сориентироваться и, ну, как-то перенацелить себя, если они чувствуют, что здесь у них не совпадают на данный момент их интересы. То есть в 10 классе, получается, они могут еще понять, туда они пошли или не туда? Да, могут. У нас нет никакого вот жесткого там правила, что вот если сюда поступил, то только так или никак иначе. Совсем нет. Мы так же, как и ребенок, и его родители заинтересованы в первую очередь выявить все его лучшие качества. А вот эти дети, которые закончили профильный класс, они имеют какие-то преимущества при поступлении в ВУЗ? Да, они имеют знания. Это безусловное преимущество при поступлении в любой ВУЗ. А другие дети разве не имеют знания, которые не заканчивали? Ну, скажем так, вот здесь мы отвечаем за этот продукт. То есть, в общем-то, и они действительно, они вот за предыдущие годы нам показали и доказали, статистика доказывает, что выпускники первого лицея поступают в основном в топ 15-20 лучших ВУЗов. В России. А они возвращаются потом домой? Ждем? Ждем. У нас как раз этот год, да, ровно пять лет назад был выпуск первого профильного класса, и в этом году мы ждем выпускников уже в ВУЗов. Но они, приезжая на каникулы, они выражают желание возвращаться. Что радует? Да, у нас каждый год проходит сбор всех профильных классов. Мы общаемся, делимся новостями, они рассказывают, как им живется в других городах, и там уже начинаем договариваться, что да как. Ну, а почему они выражают такое желание? Они уверены, что вы их обеспечите рабочими местами потом в вашем городе? Или как? Я так понимаю, люди уезжают в столичные ВУЗы, учатся там пять лет, а потом хотят вернуться назад. Ну, вы знаете, во-первых, на мой взгляд, это иллюзия, что все люди хотят жить в Москве или в Питере. Эта иллюзия, это не так. И на самом деле люди хотят жить на своей родине, на малой родине. И, как правило, из мелких городов, из провинции детей практически выталкивает такая ситуация, что они могут там найти работу, что они чувствуют себя некомфортно, что им просто некуда податься. Вот Салават, здесь не только первый лицей, это комплекс. Это комплекс мероприятий для того, чтобы человеку там было комфортно жить и работать. То есть, во-первых, это все-таки мотивация работающих людей, которые получают достойную оплату своего труда, настоящего труда, только истинного. И при этом у них есть возможность и хорошо отдыхать, и заниматься спортом, и развиваться в любых направлениях. Те же молодые ребята, которые заканчивают сейчас школу, они видят это развитие. То есть, они видят развитие города. И это очень важно. И на самом деле, вот по прошлому году, я разговаривала с выпускниками, очень многие не поехали учиться в Москву и Петербург, потому что они сказали, что ничуть не хуже, они получат образование в Уфе, но они будут и заниматься, и неотрывно все время связаны с родным городом. И это тоже еще важно. Если вы все еще думаете, что школа – это скучно, значит, вы просто не были в первом лицее города Салават. Первый лицей без преувеличения можно назвать школой будущего. Здесь все продумано до мелочей, начиная от дизайна школы и заканчивая образовательным процессом. Сегодня первый лицей развивается как школа нового типа, с непрерывным образованием. Подготовка детей к вступлению в престижное высшее учебное заведение страны и мира ведется уже с начальной школы. А начиналось все с двух профильных классов несколько лет назад. Мы начали создание профильного класса. Профиль напрашивался само собой, потому что школа – город химический, скажем так, нефтехимический. Поэтому профиль получился физика, химия, математика. И вот под этот профиль стали некие проекты, проекты такие, обмен опытом с другими школами Башкирии, России и так далее. Ребята, которые учились в специализированных классах, тогда еще обычной 12-й школы занимали призовые места на всех олимпиадах страны. Руководство градообразующего предприятия «Газпром-Нептехим-Салават» в виде успеха учеников решили построить отдельную школу, да такую, где бы у ребят была возможность реализовывать свои способности, идя в ногу со временем. Так появился лицей номер один. К нам люди пытаются устроиться на работу, потому что хотят, чтобы дети учились в этой школе. Это вот правда. И есть такие примеры. Приезжают из Уфы, приезжают из Ульяновска, приезжают из Москвы, из Петербурга, потому что, ну вот, но это они должны сначала увидеть. Когда вот эти все складываются, все эти факторы, школа, как это ни странно, оказывается таким мотивационным фактором, когда мы хороших специалистов по-настоящему привлекаем к работе на своем предприятии. Мы создаем все условия для того, чтобы здесь люди могли полноценно жить, работать и понимать, что у них и у их детей есть полноценное образование. То есть это вот такая, вот это основная идея. Администрация президента Республики Башкирия также принимает активное участие в создании новых стандартов в области образования. Руководитель администрации возглавил попечительский совет лицея номер один. Естественно, лицей такой успешный. Ребята, скорее всего, большая часть поступит в УЗы в разных городах и, я думаю, странах. Все-таки, чтобы они после окончания этих УЗов, после получения хорошего образования, возвращались в Салават, пригождались здесь. Для этого здесь и создаются эти комфортные условия для жизни. В этом лицее у ребят есть все для интересного и успешного обучения. Учителя лицея заслуживают особого внимания. Вести уроки приезжают преподаватели ведущих ВУЗов страны, таких как МГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана. Специально организованные лекции помогают школьникам поступать в лучшие университеты не только страны, но и мира. Изучение иностранных языков и культур разных народов мира также является приоритетным направлением этой инновационной школы. Кроме русскоговорящих учителей, в лицее работают преподаватели из Голландии, Японии и Германии. Сейчас очень интересная тема для нас была развитие японской культуры. Конечно, мы не можем давать детям японский язык. Это неправильно, это требует специальной подготовки. Но преподавание японской культуры позволит детишкам впитать в себя какие-то другие, отличные от них традиции, какие-то навыки. Английский язык у нас тоже мы старались преподавать с точки зрения именно развития их навыков песен, стихов, каких-то спектаклей, постановок. И вот даже интересно, что когда входишь в этот корпус, малыши, первоклассники, второклассники, они бегут по коридору, например, со мной очень часто здороваются либо на японском языке, либо на английском. То есть им уже не надо переводить какие-то слова, какие-то выражения. Они с тобой общаются и общаются так, как они это вот видят в данный момент. Особого внимания заслуживает корпус для младших школьников. Все коридоры корпуса разделены на так называемые тематические зоны. Спортивная зона, зона релаксации, зона познания. Здесь дети могут поиграть, отдохнуть или просто пообщаться со своими сверстниками. Шахматная студия, студия художественного творчества и музыкально-театральная. Песочная студия, мультипликационная и студия танца. И это далеко не весь перечень занятий, которые призваны развивать творческие способности ребят. В этом году стартовал проект «Топ-класс профессия». То есть уже конкретно направленность на конкретные действия. Так как у нас есть профильный социально-гуманитарный класс, поэтому решили выбрать журналистику. И в рамках этого проекта дети получают занятия по тележурналистике, журналистика, радио, телевидение. У них мастер-классы проводят известные люди не только нашего города, но и Республики Башкортостан. У них есть возможность записывать свои собственные телепрограммы, радиопрограммы. Руководство лицея большое внимание уделяет спортивной жизни своих воспитанников. Кроме большого количества разнообразных секций, здесь есть свой хоккейный класс. А те, кому не нравится скользить по льду, могут записаться в футбольную команду. На базе школы при поддержке ОАО «Газпром» открыт первый детский региональный филиал Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит». На сегодняшний день инфраструктура филиалов включает в себя три футбольных поля мирового класса, полностью соответствующих стандартам FIFA. И в настоящий момент в нашем филиале занимаются более 400 мальчишек. Занятия проводятся вот на этом поле. Здесь у нас занимается младшая группа. Это ребята с 6 до 11 лет. И на центральном стадионе, помимо специализированных групп, есть еще и спортивно-оздоровительные группы, где ребята действительно могут, если хотят, прийти и играть в футбол. И никто не удивится, если в дальнейшем из кого-то из этих ребят может получиться футболист. Руководители лицея уверены, что у каждого ребенка есть свои способности и таланты, которые нужно раскрыть. И все-таки главная задача взрослых – помочь школьникам найти свое призвание, свою собственную судьбу. Для этого мало дать хорошее образование. Нужно суметь воспитать в ребятах человеческие качества. Возвращаясь к идее профильного образования, вот эта самая программа «Школа-колледж-вуз». Можно считать, что это альтернатива некому распределению, которое было в советское время? Наверное, нет. Я, наверное, в отличие от альтернатива, застала момент распределения в свое время. Я хорошо понимаю, что это такое. Понимаете, здесь, наверное, сравнивать нельзя. То есть, когда старшее поколение очень любит упрекать молодое поколение, что вот мы работали в свое время, а вы там только зарабатываете, еще что-то, это абсолютно неправильно. Потому что нельзя сравнивать несравнимые понятия. Человек устраивался по распределению на работу, извините, мог ничего не делать долгие годы. Потому что у него была гарантированная зарплата. Что бы он делал или не делал на работе. Потому что карьерный рост у него был практически невозможным. Потому что это было на макулатурной просто единице. И какие бы качества, там, лучше и худше он не проявлял, зачастую у него просто не было возможности куда-то двигаться дальше. У современного молодого поколения ему где-то и сложнее. Но уже где-то, если они что-то добились и что-то доказали, может быть и проще. То есть не секрет, что сейчас карьеры делаются быстрее, молодые, активные. И это правильно. Потому что именно прогресс должен двигать вперед общество. Не надо никаких искусственных внедрений для этого. Поэтому тот момент, который был раньше распределения, наверное, слава богу, что он себя исчерпал и что это отжил. Сейчас, в общем-то, мне кажется, лучший вариант, это когда у человека есть выбор. Есть свобода выбора. И есть возможность отвечать за этот выбор. Но есть при этом, извините, и ответственность за этот выбор. Потому что никто не будет тебе платить зарплату или помогать там где-то продвигаться по карьерной лестнице, если ты для этого не работаешь. Поэтому здесь взаимосвязано. И мне кажется, что сейчас какая-то более разумная ситуация для ребят. Хочу вам зачитать, что по данным исследований, в ряде регионов нашей страны до 50% выпускников вузов и до 64% выпускников среднеспециальных учебных заведений меняют свою профессию сразу же после окончания учебного заведения. Как вы думаете, почему? О чем это говорит? Плохо учим или не то выбираем? Ну, может быть, и то, и то. Да. Наверное, это все вместе, комплекс. То есть у этой проблемы, скажем так, нет простого ответа на этот вопрос, если бы он был, было бы, наверное, простое решение. Нет времени выбирать. Ну, а может быть, потому что мы слишком рано хотим, чтобы наши дети определились, вот те же самые профильные классы. Девятый класс, ребенок должен определиться, что он хочет делать. Не должен, может. Может. А если не может? Не может, он может себя попробовать там, 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 если не получится. Может быть, вообще-то учиться не будет. Может помочь, консультации и так далее. Ну, а вот как вы помогаете? Вот, профильный класс, представим, да, приходят туда дети. У них вводятся какие-то дополнительные предметы, или же они ходят на практику куда-то. Узкая профилеризация, это раз. Во-вторых, вот смотрите, они же приходят, да, видят объявление. Набираем профильный химический класс. У нас же не так. Набираем людей, мы их собрали потом, вы химики. Вот, то есть они уже где-то на уровне подсознания оценивают перспективность рынка труда по этим специальностям. Оценивают перспективность получения знаний в данном конкретном учебном заведении. А вот как именно они это оценивают? Всевозможные рейтинги, слухи, новости. Общение, да? Общение, результаты, тестирование. Ну, то есть источников очень много, и вот все, она собирается вкупе, и потом ребенок делает выбор. И конкурс на одно место в профильной классе говорит сам за себя, что это очень... А какой конкурс? У нас вот в прошлом году было порядка трех или четырех человек на место. Четыре человека на место было в прошлом году, в этом году, наверное, будет даже чуть больше. Ну, они могут получить какое-то погружение в будущую профессию, специальность? Что-то они увидят? Обязательно, конечно. Это основная цель профильных классов. А как, это в стенах школы или же куда-то вы их увидите? В стенах школы у нас, во-первых, дополнительные часы по профилирующим предметам. Во-вторых, вот мы уже второй год будем практиковать такую систему. У нас есть договора с ведущими вузами Москвы. Это вот Московский государственный университет, это Российский университет дружбы народов и университет Уфимский. Уфимский государственный университет. Это, на самом деле, достаточно серьезное учебное заведение для России. И мы приглашаем оттуда преподавателей, они к нам приезжают раз в месяц, на три дня. Они проводят занятия с ребятами, то есть это углубленное погружение в свой предмет, углубленное изучение этого предмета. Проводят семинарские занятия, уезжают, дальше по электронной почте общаются. Там у нас с МГУ у нас налажена вообще постоянная работа, потому что у них это очень серьезная программа. Они видеоконференции проводят. Соответственно, и таким образом мы поддерживаем ребят в том или ином направлении. По химии, так как мы все-таки сориентированы больше на химическое направление в нашем лицее, у нас еще приезжает молодой ученый, перспективный ученый, который проводит дополнительные занятия, именно научную деятельность ребят погружают, те, кто заинтересован. Для девятых классов в этом году, для восьмых классов у нас, мы участвовали в программе школы интеллектуал-химический лицей Московский. Они успешно прошли там определенные испытания предварительные. Вот сейчас они учатся в этой летней школе и будут учиться в июле еще совместная корейская программа. Это тоже по химии. По математике у нас приезжали молодые аспиранты, тоже из университета. Это очень важно, почему молодые, потому что они разговаривают на одном языке. Они доступны, они понятны, они недавно учились в таких же классах, и им легче договориться, легче передать. При этом мы, конечно, приглашаем очень опытных педагогов в том числе. И вот мы считаем, что весь вот этот комплекс позволяет нам заинтересовать ребят. Но дело не в том, что мы только заинтересовываем. Мы, конечно, их учим отдавать что-то, а не только получать. Это участие в олимпиадах. То есть если ты на каждом этапе проходишь на определенный уровень, каждый раз выше, выше и выше, ты уже таким образом не только сам для себя победу куешь свою, но ты растешь дальше, ты подтягиваешь своих ребят с собой, тех, кто рядом с тобой сидит. И это исследовательская работа, которая тоже очень важна. При этом, когда мы упоминали о «Газпромнефтехим Салават», у нас ведущие, научные, наверное, можно сказать, деятели оттуда, они приходят в наши дети, они проводят занятия с нашими ребятами в свободное время. И у детей, конечно же, есть возможность побывать на предприятии, то есть воочию увидеть то, с чем им придется столкнуться, когда они придут на работу, то есть практика. Вот весь этот комплекс, он работает. Сейчас наша нормативная база, по которой мы работаем, вся система образования, она заключается в том, что в нормативных документах и Министерства образования, и в нормативных документах департаментов образования, окружных, муниципальных образований, в частности, департамента образования города Москвы, то есть региональный уровень, там везде прописано то, что нужно вводить профильность обучения, что выделять дополнительные часы в виде факультативов, в виде элективных курсов, для того, чтобы школьников привлекать к освоению будущей специальности. Но и более того, в этих же нормативных документах прописано, чтобы вузы подключались к этому процессу и предоставляли свои уникальные лаборатории, которые были созданы вузами для проведения занятий с основным контингентом, чтобы они эти лаборатории и производственные базы использовали и в плане непрерывного профильного образования и со школьниками. И в последнее время предприятия уже начинают понимать в связи с ситуацией в экономике, в промышленности нашей страны, что именно в промышленность нужно уже себе готовить будущие кадры, начиная со школьной скамьи. Поэтому сейчас уже нередко есть трехсторонние такие договора, сотрудничества между школой, базовой кафедрой или вузом и предприятием. Есть еще одна форма взаимодействия, поскольку сейчас в интересах оборонно-промышленного комплекса является целевой прием специалистов на конкретную образовательную программу высшего учебного заведения. Далее уже как предприятие тоже поддерживает этих таких студентов, может назначать им какие-то дополнительные стипендии, и чтобы потом они уже пришли к ним на работу и дипломные проекты, и курсовые проекты. Конечно, в таком случае предприятие будет рекомендовать, чтобы эти студенты делали по тематике конкретных подразделений этих предприятий. А вот кроме химического профиля, какие еще профильные классы у вас есть? У нас химический, математика, физический или физико-математический, на что больше акцент, потому что это два направления одинаково сильных. Социально-гуманитарный, ну и с углубленными изучениями языка, на самом деле. Вот в этом году мы хотим это выделить отдельно, потому что интерес к иностранным языкам у нас очень сильно возрос у ребят. То есть они поняли, что в цивилизованном современном обществе без знания иностранного языка просто невозможно. Поэтому это... Ну и современная техническая литература, она быстрее выходит на английском, и поэтому еще и работаем на опережение. Ну вот эти профильные классы, они распространены только в вашем лицее, или же это все-таки уже по республике Башкортостан в целом распространяется? Я бы даже сказал, это в целом по России, то есть есть такие классы. Просто такие классы есть во многих школах, но каждая по-своему и по-разному подходит к реализации этого проекта. В Татарстане очень много таких тоже направлений, интересно, развивается. И мы сотрудничаем, на самом деле мы абсолютно не закрыты, у нас очень много школ, с кем мы поддерживаем постоянные контакты. К нам приезжают, мы ездим все время. То есть мы... Почему мы говорим, что мы там стараемся лучшее внедрить? Потому что мы просто это лучше видели. И если ты там теоретизируешь, это одно, если ты постоянно общаешься, и ты видишь, что это работает лучше, это работает хуже. То есть ты можешь взять вот эту тему, ее развивать. А вот эта тема, она, наверное, не пошла. Может быть, и не стоит. Может быть, она там для большого города хороша, для маленького города не очень. У нас, например, была такая интересная тема, мы приглашали к нам в школу директора финской школы, ну, это финско-русская школа, и с ним приезжали еще два его коллеги, и они у нас в течение нескольких дней работали в школе, просто в наших классах, работали с нашими детьми. Это был тоже очень интересный опыт и для них, и для нас, потому что это другая методика, это другой подход. Вот, учителя смотрят, а можно вот так дать, а я вот это не доделываю, да? Те вернулись просто с открытыми глазами, директор честно сказал, что если мы готовы предложить работу, он готов к нам приехать на год работать. И, ну, наверное, вот это-то и самое главное, что у нас дети видят, что это не искусственно, что вот что-то такое искусственно создали, и мы вот это пиарим. Нет, это жизнь, мы развиваемся. То есть, когда они видят, что их преподаватели, их педагоги тоже все время растут, ну, как-то это, наверное, именно эта атмосфера, она и затягивает. Да, и вообще вот проблема такая, проблема общения между школами. В России у нас слишком большие расстояния, да, страна огромная. Вот, я слышал такую идею, что к 2018 году чемпионату мира по футболу хотят сделать какие-то поезда бесплатные для болельщиков. Почему бы не сделать специальные поезда для учителей, которые могут спокойно перемещаться по стране, изучать опыт? Это же будет только в плюс, ну, это мое мнение. Ну, это прекрасная идея. А как вы считаете, есть какие-то минусы у вот этой программы школа, колледж, вуз? Мы сейчас говорим исключительно о плюсах, но минусы-то наверняка какие-то есть. Ну, наверное, вот мне сейчас сложно сразу назвать какие-то минусы, не потому что их нет, наверное, просто я их не знаю, скажем так. Наверное, для того, чтобы как-то говорить ответственно, да, что это минусы, это плюсы. Да, вот отрицательного опыта как такового, наверное, у нас пока нет. А вы считаете, что вообще будущее за профильным образованием в старших классах? Или же это все еще на уровне выбора? Будущее вообще за образование. Вы знаете, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, это было всегда модуль России. И вот в мое время, когда я училась, тоже, наверное, была тенденция к тому, что, нахватая как можно больше знаний из разных областей, а дальше разберешься, что тебе пригодится. Зачастую это были поверхностные знания. Это потом сказалось, на мой взгляд, самым гибельным образом и на нашей медицине, и на нашем образовании, и на дальнейших сферах, в общем-то, нашей жизни. Поэтому человек должен быть профессионалом в своей области. Да, обязательно человек должен быть грамотным, он должен быть развитым, он должен быть интеллектуальным. Но в своей области он должен быть профессионалом, и он должен гордиться тем, что он профессионал в этой области. Вот мне кажется, вот об этом не надо забывать. Это не значит, что если человек закончил химический факультет МГУ, что он потом должен всю жизнь работать с химиком. если он понял на какой-то стадии, что это не его, ты не знаешь, что он не может получить другое образование, перепрофилироваться, но это значит, что он должен это решение принять осознанно. Знаете, иногда, когда молодые ребята начинают заниматься спортом, трудно же становится, на первых этапах особенно. Очень часто ребёнок говорит о маме, «Всё, это не моё, я не хочу этим заниматься, я не буду плавать, я буду бегать». Вот мудрая мама, она говорит, «Хорошо, после первой победы докажи, что ты что-то можешь, принеси для себя первую победу, а после этого принимай решение». И вот, как показывает опыт, 70% потом остаются именно в этом виде спорта. Вот, конечно, наверное, аналогия спорта, образования не самая прямая, но, наверное, это вот общая тенденция развития человека. На первых этапах, когда становится трудно, надо преодолеть это в себе. И уже только после этого ты можешь определить, твоё это или не твоё. Ну, а если про профильное образование... У нас на данный момент образование пытается реагировать на быстрый темп изменения экономики нашей страны. И на данной этапе развития нашей России, возможно, профильное образование сейчас – это один из лучших вариантов. Если что-то будет меняться, наверняка и образование будет реагировать, и будет что-то другое. Но вот на данный момент это, наверное, оптимальное сочетание. Ну, вот давайте поговорим ещё о такой важной теме, как коррупция. Потому что сегодня профильные школы, они открыты при многих престижных вузах. И как предотвратить коррупцию при поступлении именно в эти школы? Ну, вы знаете, вот у нас такой темы нет. Наверное, нет, потому что самое главное – твой уровень знаний, мотивация, желание и стремление. Честно говоря, конечно, наша школа, она может себе позволить роскошь, на эту тему не думать, а именно ориентироваться, именно на то, каких детей мы получаем, как мы с ними работаем, кого мы выпускаем. Вот, наверное, это одна из проблем в обычных регионах, в обычных школах, что, может быть, они вынуждены таким образом решать какие-то текущие проблемы, которые наше замечательное государство пока в области образования не решает. Ну, а вот вы сказали же, что у вас 4-5 человек на место в профильные классы, а те, кто не прошел, те, кто не поступил, куда они деваются? Ну, идут другие школы, но у нас 24 школы, да? Ну, вы не единственные, я так считаю, вы лучшие, судя по вашему рассказу. Ну, спасибо, но это значит, что у человека есть стимул, то есть он же может не только в 10 классе вспомнить о том, что он хочет поступать в этот лицей, да? Да, и еще, вот у нас же не так вот попал в профильный класс и сидя отдыхает 2 года. Каждый ученик практически как под микроскопом все эти 2 года. И если что-то произошло не так, или как-то он попал по-другому, это выявится сразу же. Поэтому, наверное, те люди, которые даже задумывались над этим, они, наверное, понимали, какую нагрузку будет испытывать ребенок, какие там программы у нас, и поэтому просто, ну, все. Либо по знаниям, либо... А как вы пришли к этому? Как вообще ваш лицей к этому пришел? Вы перенимали чей-то опыт каких-то других школ, изучали опыт в школах по России в целом? Да. Каким был ваш путь? Мы изучали опыт очень многих... Мы изучали опыт наших советских педагогов. Во-первых, советское образование было, на самом деле, не настолько плохое, как сейчас очень часто говорят. Первое. И, вы знаете, наверное, основа... Вот у нас, когда дети поступают в первый класс к нам, да, вот приходят, вы знаете, они читают. И это очень важно. Вот я разговаривала с одной девочкой, выпускницей школы, и она сказала такую интересную фразу, которую мне, в общем-то, говорили мои дети. Вот когда мы были маленькие, они нам читали книжки взрослые родители. Я, говорит, так завидовала. Вот она умеет читать, и она уже может это прочитать. Вот это очень важно. Дать ребенку толчок. И вот если первоклассник, который к нам приходит... Вот мы прием в библиотеку, у нас потрясающая библиотека. Действительно, у нас дети не только электронными носителями пользуются. Они любят книги, любят их держать в руках, открывать, узнавать что-то, начиная с детского садика. И именно таким образом, наверное, мы их заинтересовываем на первом этапе. Следующий шаг, который, наверное, мы все время говорим уже в течение полугода, о том, что мы открыты, и у нас действительно есть желание, чтобы наш опыт перенимали дальше. И давайте не забывать, что ведь образование, оно включает в себя еще таких участников этого процесса, как родители и учителя, что тоже очень важно. Ведь на самом деле для России действительно большая проблема — это коллектив учителей. И мы тоже очень серьезно работаем в этом направлении, потому что не секрет, что опытные преподаватели, те, на которых, в общем-то, мы все привыкли равняться, это, в общем-то, люди, которые приближаются к пенсионному возрасту. И молодежь очень долго не шла в школу работать. А для того, чтобы подготовить хорошего, грамотного учителя, недостаточно взять отличного выпускника. Это должен быть человек, во-первых, с горящими глазами, который должен не только знать свой предмет, но уметь ей порассказать. Ну а как вы удерживаете молодых кадров у себя? Вы знаете, мы в этом году запустили такую новую тему для нас — это система наставничества в школе. И именно вот эти заслуженные педагоги, кто, как не они, могут помочь молодому начинающему преподавателю найти свое место в школе и вообще определиться, его ли это место, потому что это тоже очень важно. И здесь вот именно вот эта взаимосвязь между поколениями, между всеми членами нашего коллектива, она и, наверное, помогает молодым. Вот в этом году мы с гордостью говорим, что мы открыли для себя несколько новых учителей, молодых учителей. Они участвовали у нас в «Учителе года», они давали открытые уроки. У нас было интересно, просто грант объявлен для педагогов. И вот приезжали эксперты из Москвы, и они очень высоко ценили эти уроки. Для нас это, я считаю, большая победа, потому что учителя увидели, что это реально. Реально для каждого, надо только захотеть. И плюс ко всему мы в Салавате, у нас есть детский здравительный центр, у нас есть молодежные проекты, и вот первый лицей. Это вот такая большая семья, в которой мы все крутимся. И, допустим, у нас есть возможность, прежде чем взять человека на работу, проверить его, например, в лагере. Да. В чем будет заключаться эта проверка? Ну, то есть он работает либо вожатым, либо воспитателем, ведет какое-то направление интересное. То есть помимо того, что у нас преподаватели ведут свои профильные уроки, они еще и могут ввести какие-то кружки интересные, секции, студии. Вот. И работая в лагере, мы смотрим. Если вокруг него начинает закручиваться вот эта детская карусель, интерес и так далее, то, конечно же, мы предлагаем ему работать с нами. То есть вот эта возможность выбора, возможность проверки людей, и вообще вот эта большая семья, это очень помогает в работе с коллективом. Ну, вы так и не открыли свой секрет. В чем секрет вашего первого лицея? Что это? Педколлектив, администрация. Почему? Почему вы привлекаете к себе столько внимания? Почему ваши выпускники хотят к вам возвращаться? Как другим школам достичь такого же эффекта? Наверное, вы знаете, это комплекс, конечно. Ну, во-первых, для школы, наверное, вообще нетипично, что есть вот руководители креативного блока и есть креативный блок. Мы вообще об этом сейчас не говорили, но на самом деле школа начинается, когда ребенок переступает ее в порог в первом классе, когда мама там за ручкой его привела, и дальше он делает первые шаги. И, наверное, вот здесь и зарождается что-то интерес, любовь к школе, понимание. У нас работают не просто кружки, это не просто отдельные секции, это действительно работа единого блока креативного. Почему мы говорим креативным? Это вне учебной сетки. У нас дети остаются в школе до пяти, до семи вечера каждый день, их не выгнешь. Однажды мне задали вопрос, а у вас дети хотят домой после урока? И мы вот остановились и поняли, что а ведь не хотят. Мы даже не задумывались вот над этим вопросом, если честно. Вот когда нам его только задали, только тогда мы поняли, что не хотят. Креативный блок, это параллельно идет обучающему процессу, но при этом настолько тесно взаимосвязано, что, проходя какую-то новую тему по предмету, допустим, русский язык, и встречаются какие-то сложные моменты, мы иногда в качестве эксперимента предлагаем детям снять мультик на эту тему. У нас есть своя мультистудия. Либо они могут это в песочной анимации нарисовать песком, какие-то грамматические ошибки и так далее. И каждое наше направление креативное, будь то театральная студия, ритмика, шахматы, школа художественных ремесел, даже мультистудия, песочная анимация, языковой блок у нас, японская культура у нас есть. То есть каждый из этих элементов, он дополняет учебную программу, и тем самым дети настолько вживаются в это, настолько понимают предмет, что вот, я не знаю даже, как это и сказать. Главное заинтересовать, да? Да, они идут в школу с интересом, понимаете? Они каждый день, они идут в школу, и они ждут что-то еще новое. Каждый раз они что-то открывают новое. Пусть это не будет какое-то революционное открытие, но, по крайней мере, лично для каждого ребенка, то он пришел, мам, я сегодня подвинул игрушку в мультике, я там сделал фотоаппаратный, я понял тему. И все это вот в таком непрерывном процессе. Ну, это прекрасно, когда дети такие замотивированы. Но почему в других школах не получается так вот мотивировать детей? Я знаю очень много школ, у кого получается. Мне кажется, вот здесь именно если есть желание, если есть понимание, что ты хочешь, тогда у тебя и будет получаться. Не на все интересные вещи нужны деньги. Допустим, вот у нас есть такая очень интересная вещь. Выпускники каждого года развозят пригласительные для будущих первоклассников каждому лично в дом. Понимаете, насколько... Конечно, первоклассник пока еще мало. А что это такое? Приглашаем тебя в первый класс? У нас настоящее, практически на папирусе написано приглашение лично каждому. То есть имя написано, уважаемый, там, Михаил, Аня, Марина. Вот. Идет поздравительная телеграмма. И прилагается список вещей, необходимых в первый класс. Это уже мы передаем родителям. Каждый раз, вот мы уже второй год это делаем, каждый раз мы видим родителей, которые просто вот у них... Они радуются больше, чем видеть. Они в шоку. Когда открывают дверь... Да, потому что пришли, во-первых, у нас профильный класс, у нас очень красивая форма, вот они стоят такие в парадной форме. И говорят, здравствуйте, мы от тета-тета, мы поздравляем вашего ребенка, приходи, будь нам достойный замен и так далее. Вот. Не нужны же на это какие-то серьезные средства. Это просто нужно желание что-то изменить, сделать по-другому и принести какую-то радость. И уже получается, еще не придя в первый класс, ребенок уже любит первый лицей. Ну, так может быть, в этом и есть секрет, что в школах нужно вводить вот эти самые креативные блоки, которые будут это все придумывать, которые будут этим заниматься. Ну, реально так очень многие школы и вводят. То есть вот реально в Москве есть лига школ, где тоже работают такие блоки, и совместно с родителями дети с удовольствием идут в эту школу. То есть, в общем-то, здесь очень важно еще не только вот то, что профильники приглашают первоклассников. У нас есть правильный отработанный переход у детей из начальной школы в среднюю школу, что тоже иногда очень важно. А в чем он заключается? У нас вот во второй полугодии четвертого класса у нас дети знакомятся с учителями старшего корпуса. Старший корпус учителя знакомится с этими детишками, они уже общаются с ними. Поэтому нет такого, что вот была добрая, хорошая мамочка в младшей школе, потом пришел, никому не нужен. Нет, его передали фактически, эта мамочка, она продолжает следить за своим ребенком. Старшеклассники снимают видеообращение вновь прибывшим классом, и те на первой или второй неделе обучения смотрят и радуются. И вот старшеклассники нас поприветствовали. То есть, у нас идет вот такая... Мы живем одной большой семьей. Конечно, для нас тоже это пока так необычно, потому что не так много лет этому проекту, но мы каждый раз открываем для себя что-то новое, и это открытие, пытаемся, радость от этого открытия передаем детям. И вот у нас такой круговорот радости. Ну и потом у нас, например, вот наши какие-то совещания, собрания, вы бы на них поприсутствовали, у нас у всех идей, все друг с другом спорят, доказывают, отстаивают. Тоже что-то говорят, нет, не так, так нельзя работать. И вот мы постоянно тоже в поиске, мы ищем различные варианты, потому что мало просто придумать, а еще это реализовать. Когда нам задают вопросы, в чем секрет? Просто вот когда работаешь, 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 не поднимаешь голову, делаешь, делаешь, а потом раз... А в чем ваш секрет? Куда побежал? Да, и опять делаешь просто свое дело с удовольствием. Вот это, наверное, секрет. Ну это самое важное, главное, чтобы все было в удовольствии. А вот программа непрерывного образования, школа-колледж-вуз, правильно? А не пора ли подключать еще детские сады сюда? Мы подключаем, мы как раз этим занимаемся. У нас есть у нас подшефный детский садик, который на всех праздниках, всегда они приезжают, детишки. Туда тоже по собеседованию, тестированию, экзамену принимают? Нет, они просто с нами вот общаются. Сейчас же в детский садик вообще есть такое свободное распределение, да? Да, это же садик, отдел образования занимается. Отдел образования этим занимается, там не может быть никаких. Просто мы работаем с этим садиком, который там недалеко от нас находится один, там второй, и они приходят на наши праздники, они танцуют с нами, поют. Мы очень любим наших детишек, и они так прямо говорят, что да, мы хотим идти, учиться в школу. То есть это ваши потенциальные ученики? Надеемся, что все они будут нашими учениками. Такими темпами мы будем влиять еще и на рождаемость. Так, да. То есть мы подключим беременных ног. Ну а правильно же говорят, когда годовалый ребенок, когда начинать его воспитание, ты уже на год опоздал, да? То есть начинать надо, на самом деле. Наверное, вот те наши выпускницы, девушки, которые сейчас заканчивают нашу школу, я думаю, что они будут хорошими мамами. Именно потому, что они видят, что если ты вложил во что-то труд, только это будет цениться, только тогда ты получишь результат. И вряд ли эта мама поставит ребенка в телевизор, уйдет и будет заниматься чем-то. Если вокруг тебя все время было одно, все правильное, мироощущение, миропонимание, то ты потом сам по-другому не сможешь. Если вокруг тебя все хорошее, ты будешь стремиться всегда делать хорошо и на 100%. Отрадно слушать, что у нас есть все-таки такие школы. В завершение нашей программы хочу вас спросить, как вы считаете, можем ли мы считать, что непрерывное образование – это черта 21 века, характерная черта 21 века? Хотелось бы. Я согласен. Я благодарю вас за интересную беседу. И подводя некий итог, получается, что непрерывное образование мыслится как поэтапный, а главное – пожизненный процесс, благодаря которому у людей разного возраста происходит постоянное пополнение и расширение знаний. Сегодня мы говорили о непрерывном образовании в рамках средней школы, просто потому что школа – это основа основ. Однако сама проблема многогранна, и я уверена, что мы еще не раз коснемся ее в наших программах. Оставайтесь с нами на телеканале Просвещение. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok